Ну, спасибо, врачи. Все к нам относятся очень хорошо. Мария Хазгиреева вместе со своей подругой Султанат Урусовой стали первыми, кто в рамках регионального проекта «Старшее поколение» прошёл углублённую диспансеризацию в Прикубанской ЦРБ. Такой медицинский осмотр с 1 октября пройдут все граждане старше 65 лет, проживающие в сельской местности. Нам приятно очень. Медицинская служба нам очень хорошо. Приехали, помогали. Когда позвоним, они приезжают на скорой помощи, забирают нас. В общем, короче, помогают нам. Лечат. В ходе диспансеризации пациенты сдают анализы, делают флюорографию, КГ, проверяют внутриглазное давление. А в завершении – осмотр у терапевта, который при необходимости назначит лечение или направит к узким специалистам. В рамках программы «Старшее поколение» мы должны в этом году охватить диспансеризацию 25%. Но, учитывая, что у нас преимущества определенные у этой категории граждан в республике имеются, мы уже на сегодняшний день обследовали больше 30% этой группы людей. Такая форма осмотра сразу пришлась пациентам по душе, особенно жителям дальних населенных пунктов. Любовь Белобородько привезли на обследование из поселка Новый. Женщина утверждает, что раньше, чтобы попасть в районную больницу, она тратила на дорогу минимум 500 рублей и полдня своего времени. А теперь все быстро и бесплатно. Спасибо дали нам транспорт, привезли культурное, обслуживание, без очереди, безо всего. Отлично. Дай бог, чтобы каждый раз так было. Доставка сельских жителей в медучреждения осуществляется на новом автотранспорте, специально приобретенном для этих целей. Спецавтомобили, оборудованные всем необходимым для транспортировки людей старшего поколения, плюс в мобильную бригаду всегда сопровождает соцработник. Всего по Карачаевой Черкесии таких бригад будет 14, и обслужить они должны будут более 32 тысяч человек. В некоторые районы мы приобрели по две машины. Например, мы сейчас находимся в Прикубанском районе, он район разбросанный, поэтому сюда дали две машины, в Карачаевский район, в Зеленчук и в Хабейский район. Это не окончательная цифра, 14 машин. В результате конкурсных процедур нам удалось сэкономить 1,8 млн. Мы приобретем еще одну машину и создадим еще одну мобильную бригаду. В месяц мы где-то будем более 1200 человек, можем обслуживать, исходя из 32 тысяч этой категории лиц. Получается, что только лишь на доставку на скрининг потребуется 32 месяца. Поэтому опыт четвертого квартала, я думаю, покажет этого года, в чем будут и узкие места, в чем будут и преимущества. Поэтому будем думать, что на сегодняшний день пока отхвачена вся республика. Что же касается медицинского сопровождения диспансеризации, то и здесь проблем возникнуть не должно. Все необходимое оборудование в наличии, медперсонал обучен и готов качественно провести волну профилактических осмотров. Эрнест Чуков, Назиркапышев, Архиз, 24.